Не только медицинская помощь требуется сейчас многим жителям региона. Тем, кто готов ее оказать, положены специальные выплаты из федеральной казны. Их уже получили 226 человек в Прибайкале. Все они волонтеры, которые забрали для проживания у себя дома, в том числе взяли под временную опеку пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, либо ребят, оставшихся без попечения родителей. Такую помощь в общей сложности уже получил 341 человек. За каждого, кому с 1 апреля по 30 июня была оказана подобная поддержка, положено чуть более 12 тысяч рублей. Реестр волонтеров утвердило Министерство соцразвития, опеки и попечительства. Те, кто по каким-то причинам не попал в перечень добровольных помощников, но тоже взял под временную опеку сироту или пожилого жителя региона, они еще могут заявить о себе. За назначением выплаты необходимо обратиться до 1 октября через портал государственных услуг. Мы сейчас вот в это время делаем все, чтобы назначать это все в проактивном решении. От человека нужно только его заявление. Заявление, остальное мы делаем все сами. Проверяем по тем данным, которые у нас есть в пенсионном фонде. Если нет, мы запросим своих партнеров. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok